Когда человек говорит, что далек от экономики, спросите его, чем он зарабатывает и во что вкладывает эти средства. Здравствуйте! С вами программа НЭП «Новости экономики и предпринимательства» на телеканале ОТВ. Я Александра Накипова и сегодня поговорим об инвестициях. Сахалинское агентство по привлечению инвестиций в нынешнем своем формате только начало работу. Его миссия – помочь неуверенному и отчаявшемуся бизнесу поверить в собственные силы и познакомить его с тем, кто подставит крепкое финансовое плечо. Чтобы привлечь к себе внимание, надо как минимум отличаться от посредственностей. Заманчивым для любого инвестора проект станет только тогда, когда тот заприметит в нем свое серебряное копытце. Поэтому после лаконичного эпикриза «делаем» надо поспешить с практической реализацией идеи. Вторым и, пожалуй, фундаментальным этапом станет перевод текста и картинок в цифры. По существу – написание бизнес-плана. Он определит, когда идея перестанет быть эфемерной и начнет приносить реальную прибыль. Именно на этом моменте многие, даже действующие предприниматели, встают в ступор. Я не экономист и не финансист. Как быть? Чтобы ответом матерого рыбака или начинающего бариста не стало «а, ну его!», нужны поводыри. Тут на помощь и приходится Халинское агентство по привлечению инвестиций. Оно стало правоприемником существовавших ранее аналогичных структур. Его сотрудники абсолютно безвозмездно помогут прописать и грамотно оформить заковыристый бизнес-план. Говоря современным языком, оцифруют сбыт, потребности в сырье, материалы подскажут, как рассчитать затраты на персонал, рекламу и еще массу всего. Конечно, не обойдется без содействия самого заявителя. Однако по протаренной дорожке идти гораздо проще. А если есть гид, так вообще песня. Бизнесмен или человек с идеями может прийти в это агентство. Так называемая функция одного окна. Он приходит в агентство и приносит определенный комплект документов, который позволяет ему пройти первый барьер с написанием паспорта проекта, чтобы дальше сахалинское агентство его уже вело. Значит, не обязательно у человека могут быть деньги. У него главная идея и первоначальные данные. Начать самое сложное. Примета распространяется на любые направления бизнеса. Но после победы над его планом дальше будет гораздо легче. Сотрудники агентства помогут пройти все остальные уровни реализации проекта. Словосочетание «пакет документов» в этом случае пугать не должно. Ведь одна из главных функций нового органа – как раз-таки помощь в их оформлении. То, что принято называть бюрократическими препонами, после систематизации оказывается обыкновенным набором справок и выписок. Рассчитать потребности рынка в продукте – на деле тоже задача не из архи сложных. Следующий этап – получение заключения экспертного совета, который создан в агентстве. В его состав, в зависимости от направленности проекта, дополнительно будут приглашаться профильные министерства. Итогом их совокупной проверки станет вердикт о жизнеспособности идеи. Если вырисуются две полоски, создадут группу сопровождения. В нее обязательно войдут кураторы от старших братьев, министерства и от самого агентства. Они, кстати, будут не только сопровождать молодой бизнес, но и контролировать средства, которые субсидирует государство. Дальше он идет уже на межведомственную комиссию правительства, где определяется его порядок финансирования. Если у него инвестиции будут составлять более 250 миллионов, то межведомственная комиссия направляет его в корпорацию развития Сахалинской области. Если меньше, то, соответственно, уже тут либо преференции свободного порта Владивосток-Корсаков, либо преференции Тора, если это ему необходимо, либо преференции проекта, значимого для Сахалинской области. Здесь подшлифовать, там разгладить. Далее проект можно сватать инвестору – отечественному или с иностранным паспортом. И да, здесь работает правило, а можно всех посмотреть. Конкуренция неизбежна. Помощь от Сахалинского агентства по привлечению инвестиций может получить абсолютно любой бизнес. От индивидуального предпринимателя с гитарой и мечтой за пазухой до ОАО с многомиллионным уставным капиталом и претензиями на всемирное господство. Здоровым амбициям у нас дорога. Суть агентства заключается в привлечении инвестиций. То есть, создав проект вместе с заявителем, бизнесменом, мы направляем наших сотрудников и направляем этот проект для поиска инвестиций под него. То есть, не обязательно везде должно быть участвовать государство. Бизнес должен развиваться в том числе и сам. Если тезисно, то название Сахалинского агентства по привлечению инвестиций – говорящее. Однако, несозвучная просьбе – дайте денег. Чтобы стать объектом инвестиционного вожделения, совсем не обязательно обладать внушительными объемами. Изящные формы, интересные многим инвесторам, гораздо больше. А если за ними стоит еще и интеллектуальное наполнение, то бизнес обречен на успех. Об отношениях с перспективой – далее. За полмесяца работы в Сахалинское агентство по привлечению инвестиций обратилось около 30 заявителей. У всех разные идеи, но объединяет их одно – желание развиваться. Александр Че – генеральный директор компании «Сенчери». Она специализируется на морских биоресурсах. В настоящее время добываем рыбу, перерабатываем в Долинском районе. А в ближайшее время собираемся строить рыбоводный завод на реке Дуденко. Рыбы меньше становятся, поэтому мы подумали, что надо разводить рыбу самим, а не ждать, пока придет. Комплекс спроектировали сахалинские архитекторы. После получения разрешительных документов на строительство объекта бизнесмен обратился за финансовой поддержкой в областное правительство. Цена вопроса немалая – 350 миллионов рублей. Так как размер необходимых инвестиций превышает 250 миллионов, его перенаправили в Корпорацию развития Сахалинской области. Она занимается инвестпроектами такого масштаба. Но идти туда без нужного пакета документов было нецелесообразно. Как составлять бизнес-план завода не по ловле и переработке привычных предпринимателю, а по разведению рыбы он не знал. Поэтому обратился в агентство. Первая деловая встреча со специалистами состоялась около двух недель назад. Уже сегодня-завтра они пригласят его для завершения оформления документов. После ввода в эксплуатацию будущий завод ежегодно сможет выпускать в море до 15 миллионов мальков-киты. Так как они нагуливаются 4 года, прибыль компания рассчитывает получить по их первому возврату. А вот у проекта Германа Турского срок окупаемости больше в два раза. Но стоимость его реализации на 100 миллионов рублей ниже. Это строительство воднолыжного центра для занятий вейкборда. Идея привезена с излюбленного заграничного места отдыха сахалинцев – Таиланда. На сегодняшний день мы сделали проект и как раз-таки обратились за консультациями в отношении создания бизнес-плана в агентство, с которым мы сейчас плотно работаем. Данный проект мы представляли Олегу Николаевичу, губернатору Сахалинской области, получили от него одобрение и на сегодняшний день ждем включения нашего проекта в концепцию развития озера Туннельча. Расположится комплекс рядом с пляжем Солнечный. Центровой его фигурой будет канатно-буксировочная установка, уникальная для Сахалина. К слову, российского производства. Главное преимущество канатки перед водным транспортом – ее финансовая доступность. Профессиональный катер для вейкбординга или езды на водных лыжах стоит баснословных денег. Речь идет о сотнях тысяч долларов. Чтобы окупить приобретение, понадобилось бы сделать запредельно высокие тарифы на его аренду – около 10 тысяч рублей в час. Это при том, что 60 минут подряд не откатает даже самый опытный райдер. Стоимость же сета на канатно-буксировочной установке по расчетам бизнесмена составит около 150-180 рублей за 5 минут. То есть около 2 тысяч в час. В 5 раз дешевле услуг катера. Кроме того, буксировочная установка гораздо безопаснее для начинающих спортсменов и более удобна для акробатики. У нее есть несколько скоростных режимов, а управление происходит с помощью автоматики под контролем оператора. Специально для желающих пофристайлить установят фигуры – кикеры, слайдер и степдаун. В далеко идущих планах на зимний период года адаптировать трассу под тренировки сноубордистов и лыжников. Здесь они смогут в волю потрюкачить. В комплекте с трассой запланированы кафе, площадка для летних видов спорта, батуты для маленьких посетителей. Для удобства катающихся установят душевые кабины, раздевалки, камеры хранения. Снаряжение можно будет арендовать здесь же. Сам по себе набор инвентаря у нас уже стартовый, он есть. Потому что это тот инвентарь, который мы, в принципе, достаточно давно уже приобрели. Но такие моменты, как в обязательном порядке гидроцикл, он нужен с точки зрения безопасности и транспортировки отдыхающих в случае падения, например. Эти вещи мы еще не приобретали. Но, соответственно, как только мы построим сам парк, мы все эти моменты купим, и они будут находиться постоянно в парке. Изначально идею планировали реализовать на собственные средства. Но сейчас появилась возможность подать заявку на получение субсидий и привлечь частных инвесторов к перспективному проекту. В их поиске тоже обещали посодействовать в агентстве. На знакомство надейся, а сам не плашай. Это все, что мы хотели рассказать вам о Сахалинском агентстве по привлечению инвестиций. До скорого свидания. Состоится оно здесь же, на телеканале ОТВ, ровно через неделю. А пока делайте все со страстью, но чтобы не обжечься, остужайте это расчетом. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok